Здравствуйте, дорогие мои зрители! Добро пожаловать на канал Аннушка Санкт-Петербург влоги. Меня зовут Анна, как вы догадались, мне 45 лет, и у меня трое детей, около 4-х, около 6-ти лет и 25 лет старшему. Мы проживаем в Санкт-Петербурге на севере города, на самой-самой окраине. Сегодня я очень рано проснулась, весна, я просыпаюсь всё раньше и раньше. К 7 часам я уже устала валяться и удерживать себя в кровати. В начале 8-го встали дети. В садик сегодня мы не поехали, поскольку там минус 15 градусов, и не хотелось, чтобы дети гуляли в такую погоду. В общем, лишний раз решили не рисковать. И дети всё равно уже встают в режиме, в садиковом режиме, очень рано. Они не хотят утром завтракать, поэтому я подумала, пока они рядышком со мной играют, в конструктор электроник, или как называется, знаток, электронный конструктор, что-то такое. Я вам его уже показывала сегодня, сейчас новая поделка. Пока я очищаю, она там строится, и я вам её покажу. Что я очищаю, это двусторонний скотч. Я его теперь ненавижу всем сердцем, его просто нереально оттереть. Я пробовала стеками для пластилина, они пластмассовые. Не получилось, пришлось взять настоящий ножик. Дети хотели помогать, но из-за того, что это настоящий нож, я им не дала. Ну что, Даня стал шатать штатив, Вика его ещё потом уронила. Вот, но на самом деле где-то минут 15-20 у меня на это ушло, а для вас это всего 2 минуточки. Так что для вас небольшая мотивация на отчистку труднодоступных мозгу мест. Я никак не могла вспомнить, что нужно это сделать. Уже март, середина марта, и, конечно же, вот середина января нужно было уже это отчистить. Рассказывай, я снимаю. А знаете, почему регулятор-то включен, а лампочка не горит, да? Подожди, быстро очень. Регулятор на ООН переведён, а лампочка не горит. Почему? Потому что? Потому что тут регулятор двигается, и лампочка загарается. Супер. Вот такую схему уже, Даня, осилил. Так, а мама осилила отмывание. Я хочу делать штатив. Пока не уронили штатив. Я забуду делать. Красота теперь у нас, чистота. А я пока буду делать как-то. Мяу-мяу. Да уж, мяу-мяу. Ну, вы очень много себе налили, ребята. Мы думаем, мы лопнем. Вы лопнете, я уверена, что вы лопнете. А может. Зато мы наедим. Наедите, да. Мои тюльпанчики как хороши. Поближем. Кому не сидится дома в минус 15. Нас позвали в гости. Вот такой мороз, что небо синее-синее, без единого облачка. Привет, птичка. Не знаю, как я вчера парковалась, и как я спешила, и как я вообще села в машину. Вот, представьте, высота льда. Сейчас мне туда было не сесть, и детям не сесть. Мы садились с другой стороны. Представляете, какая высота льда здесь? Вот колесо, вот дверь. Она дальше не открывается, чтобы вы понимали. Она уже и не закрывается. Как я так садилась? Все, едем в гости. Дикий холод. Едем мы в гости на Парнас, но так как мы в гостях бываем крайне редко, для нас это диковинка, дети дико рады просто. Я еще иногда бываю в гостях, а дети совсем не бывают. Поэтому у нас будет пара часов до моих уроков отдыха. Не знаю, буду показывать или нет. Извиняйте, если нет. Как тут у них по-другому, да, такие горки? Ты мне говоришь? Я думала, ты Дане говоришь за ручку. Так, это у нас половинка коридора. Вот до этой двери это половинка. И там еще столько же квартир. Сколько? Раз, два, три, четыре, шесть, восемь. Шестнадцать квартир на этаже. Короче, у нас новое переживание. Нежидкое мыло. Представляете? Ребенок не видел никогда нежидкого мыла. Мыло бывает разной формы. А это детское. Все, теперь клади его вот сюда. Да, и теперь моешь, а потом споласкиваешь, как жидким. Смешно. Девочка была тут раньше, но ничего не помнит. Сейчас мы с тобой прическу сделаем. Споласни получше, чтобы мыла не было. А то, если вдруг ты в глазки потянешь, то и тут везде споласни. Глазки защипят. Споласкивай. Все непривычно. Порядочные дети. Никуда не бежите, да, в гостях, а кушаете. Как будто нормально. А я не в гостях. Да, поэтому тебе можно бегать. А ты у нас не бегаешь, а хорошо кушаешь, да? Я Мишу вырублюсь. Это еще будет? Да. Молодец. Вот и хорошая еда будет. Даня, тоже возьми булочку, а не одни печенюшки. Я булочку забрал. Вам смешай. Хорошо. Собственно, цель нашего прихода – это то, что мы не могли сами собрать 3D-пазл. К нему прилагается инструкция, но мы с Данечкой ее не осилили. Инструкция состоит из двух пунктов. Внимание. Шаг 1 и шаг 2. В общем, и схема сборки героя. Герой 1 и его вторая ступень сборки. Вот так вот выглядит схема. Покажи мне свои макароны. Опять забирают, 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 забирают. Да не забирают. Вика поиграть хочет. Вик, спроси, Миша тебе отдаст. Ну, крути макароны свои. Давай в эту сторону. Нет, там надо еще сделать. Положи, ну, положи. Вон у тебя кусочки есть. А вот пособирай. Мало? А может их заново? Не, не. Прикольно. Из пожарки макароны. Есть труба. Смотрите все. Труба. Все, с голоду не умрете. Я приду и сварю щи. Бульон уже готов. Я могу щи сварить. Очень смешно. Ты можешь с ними сделать какао. Я уже показала им, что надо ковшичек взять. Подогрейте молочко на плите. Можете сделать какао. Можете ничего не делать, как хотите. Вот у них торт есть. И у тебя сейчас торт. Все, я убежала. У меня урок через 10 минут. Пенку можно снять с ложечкой. И не умереть от этого. Все, кушайте. Вот фрукты, торт, гречи, если что, есть. И на... Это неправильное время. Они отстали на час. Сейчас 3 часа. Короче, я в 5 должна прийти. В гостях были весы. Хорошая новость. Я вешу свои 50... Забыла. 3, 200 вроде бы. Что-то такое. В одежде. 53, 200. Это мой самый обычный вес. Даже у меня был вес в жизни 49 был. Но обычно 50 где-то. 52 потом стал расти. И в декреты я выходила в 52. После родов я была... Что-то 62 как-то раз была. Но это было вообще запредельно. Вот. Так что я 53, 200. То, что меня недавно в гостях напугали, что меня надо кормить, кормить. Какая я худая. Я не такая худая. Я просто изменилась немножечко. С годами. Но я вешу столько же, сколько весила. Я никак сильно не похудела. Вот. Это самая лучшая новость. Я бегу на два урока. Сейчас еду на машине. Потом приду домой и опять уйду на урок. Смотрите, какая погода офигенская. Но дикий мороз. Пытаюсь сегодня кушать правильную еду. Знала, что в гостях может быть что-нибудь неправильное. Взяла с собой упаковку пискаревского творога. И добавила майонез. Вы знаете, что я не часто ем творог. Не люблю. Майонез, соль. И с хлебушком ела. Но целую пачку 200 грамм не осилила. Но даже 150 это очень круто, что я съела. А сейчас я думала, честно поем. Но не успела. Поскольку после гостей мы встретили... Отсюда у меня лысый вид какой-то. Встретили у подъезда мамочку, которую давно не видели. С тремя детьми. И решили поболтать. А на солнышке дети хорошо играли. Получилось, что мы после гостей еще успели погулять. Можете себе представить. Садик прогуливаем, но погуляли. Не знаю. У Вики дикий насморк. Просто нереальный. Но надеюсь, что на солнце не очень страшно, что мы гуляли. Полезно все-таки солнце. Мы не видели уже сколько времени. Смотрите, какое солнце яркое. И мы припозднились. Я не могла поесть. И я съела сейчас банан и половинку киви. И половинку чая. Так что я точно не растолстею. Если у вас проблемы, и вы думаете, как бы похудеть, просто не жалите, девочки. Маленькие порции часто, а лучше редко. Но не получается у меня. Я честно собиралась сварить щи. Дети не в садике. Думаю, пора варить суп. Несколько дней не было супа. А в садике их бы покормили этим супом. Да, что у меня вообще строгий вид какой-то. Вот. Я сварила вечером вчера бульон куриный. Но не получилось заправить. Ни минуты нет. Я же не ожидала, что нас позовут в гости. А так редко это бывает, что мы, в общем, сорвались. Бросили все дела. А так хорошо начиналось. Я думала, сегодня я дома до 14.30. Я на мою окна, на мою полы уберу детскую. Нафиг. Появился шанс не убирать. Я тут же слиняла. Так. Не дали мне губ накрыть. Я не касалась темы QR-кодов обычно. Но теперь коснусь. Смешно, да, ведь получилось, как девчонки? Как вам, смешно или не смешно? Наверное, тем, кто потратил много сил на то, чтобы получить этот QR-код, наверное, мне смешно. Я вас понимаю, я бы тоже была злая. Но мне смешно, потому как я не приложила никаких усилий, чтобы получить QR-код. Я подергалась в направлении получить медотвод. Но потом поняла, что раз это так сложно получить медотвод, а что вообще происходит? Что, все с ума сошли, что ли? Все бибикают, короче, никто не понимает, кто кому уступает. Правил, что ли, не было? Просто все стоят. И я не получила медотвод. Я не получила медотвод, потому что это сложно. Какую-то надо собрать документы, пойти в поликлинику, на комиссию подать эти документы. Короче, сложно. Я не получила медотвод, я не получила QR-код. Он мне нигде пока что не потребовался на данный момент. И единственное, что могло бы быть плохого, это что в конце апреля у наших друзей день рождения. И они уже выбирали под нас, что и у нас, и у других друзей нет QR-кодов. Они уже выбирали, где же отмечать день рождения, если никуда нельзя войти. И эта проблема сама собой рассосалась, QR-коды не нужны. День рождения отмечается теперь где захочешь. Круто. Как смешно. Люди что-то выдумывают. Какие-то нам сложности. Усложняют какие-то квесты для выживания, а мы их проходим. А им показалось, что QR-коды уже слишком многие получили. Этот квест неинтересен. Ух ты! Солнца в глаза, дороги не было сейчас. Отсутствовала она. Я даже притормозила. Редко я так притормаживаю на пустом месте. И нам подкинули новый, более сложный квест. Как мы его теперь пройдем? Мы простые мирные граждане, которые никак не влияют на ситуацию, решений не принимают. Как мы пройдем этот квест? Не знаю. В общем, игра на выживание похожа. Все, еду учить мальчиков. Да, теперь эти горы растают, сложенные на газоны. Если опять мороз такой. Я, кстати, на ночь намазалась бипонтеном полностью, я вам показывала. А утром я взяла крем, который мне дарили на день рождения, который тогда я использовала сразу с двумя продуктами. Мицелляркой и еще другим кремом. У меня была тогда аллергия, предположили, что на мицеллярку. И вроде сейчас вот я намазалась, вроде ничего. Так, похоже, дети меня не дождались. Делали себе какао. Ну, точнее, я им говорила, хотите, делайте какао. Да, пожалуйста. Сколько хотите нажимаете. Так, Тёмочке показался суп. Покажи суп. Куриный бульончик с макаронами слишком простая еда для нас. Как мы будем кушать куриный бульончик с макаронами? Еще у нас есть шампиньоны жареные. Еще у нас есть макароны по плоско. Но это все не для нас. Да, Тёмочка? Это один небольшой поход в Дикси. Нет, ну средний такой, не очень маленький. Один. Что знаем от моей похода, вы подумаете, что это две тысячи. Нет, это не две. Это одна тысяча. Так, доставка платная или бесплатная? 50 рублей. Сушивок. Это не реклама. Сушивок нам должны. Та-да-да-да. Вам запах, девочки, доходит, мальчики? О, боже. Ну, поменьше нельзя было заказать. Кто это будет есть? Я. Кстати, может, дети и будут. Тут откровенной рыбы нет. Дети, будете смотреть роллы? Зачем ты нам тухлое яйцо с собой ведешь? Ты не тухлое яйцо, он пошутил. Да. Кто первый тот тухлое яйцо? Не-не. Кто первый тот тухлое яйцо? А вот они. А это что? Это все роллы. Они разного вкуса. Я вижу раз вкуса, два вкуса, три вкуса и четыре. Сейчас мы к вам повернем. Так, телефон поел первый. Палочки одни. Но ты же не умеешь палочками есть. Зачем тебе? Нет, умею. Ты умеешь? Ну, бери, вот тебе единственные палочки. А мы все поедим руками. Первого декабря ты ел? А, ну я, да, я тоже ела 29 ноября. Я помню, да. Так, дети едят роллы. Это что-то новенькое. Да, что тут еще-то есть? И что, вам вкусно? Наш мир не станет прежним. Теперь мы должны будем делить роллы на четверых. Молодец, Даня. Вкусно. Можно макнуть в соевый соус. Хочешь? Вот это мне не нравится. Ну, дай. Что это? Это какая-то рыба в серединочке. Какого бы оранжевые, пока не закончились. Да я понимаю, какого они вкусные. А что это черное? Это водоросли, они очень полезные. Чего-то я их не люблю. Ну, полюби. Ты готовы их наезд. Я иду по черной лестнице. В одном из домов так неудобно расположен вход в подъезд, что легче зайти с другой стороны, пройти на третий этаж, где появляется лифт, и потом уже ехать наверх. Короче, объелись. Сначала эти макароны с бульоном, а потом Тёма сказал, что роллы принесут через час. А их взяли и принесли сразу же. А мне, в принципе, уходить. А роллы-то горячие, запеченные. Чего их тогда морозить? Не знаю, сколько я съела. Может, штук пять. Ой, что-то в этом подъезде нехорошо всё. Мешок стоит. Прямо около мусоропровода. Как будто не положить. В общем, объевшаяся. Бегу на урок. Бегу. Без трёх минут урок сейчас. Это вечерний урок. 19 часов сейчас. Сейчас девочка приходит в первый класс из школы, потом она дома. Мама хочет, чтобы я приходила, когда мама приходит с работы. Чтобы точно дать то задание, которое она хочет, чтобы мы выполняли. Поскольку девочка хочет делать со мной друга. Хочет всякие легкие задания. А мама хочет дополнительные задания. Ну что, дорогие друзья. Вернулась я поздно. Потому что, когда мама ученицы приходит домой, она почему-то хочет со мной болтать. И мы болтали до урока, потом после урока. Я пришла где-то в половине девятого домой. Покормила детей макарошками, которые оставались от обеда. А роллы они больше не поели. Вот по половинке штучки где-то поели. В середине Даня обнаружил рыбу. А Вике не понравился подросли. В общем, не поели они. Я съела сейчас ещё два ролла. Я не могу ужинать. Тёма тоже не ужинал. Вот. И дети быстренько искупались. Поскольку вода золотая, я теперь им говорю, я не зарабатываю на воду. Просто мы моемся, не играем, не купаемся. Моются, выходят. Вика очень хотела спать, а мне надо было ей нос капать, мазать ноги, руки. Она вся у меня в аллергии. А вот. Я не нашла бипантен, достала его из холодильника, куда-то положила, он без вести пропал. Чтобы закапать проторгол, потребовалось 20 минут на договоры с Викой. Чтобы закапать проторгол Дане, потребовалось 1 секунда. Заканчиваю монтировать вам видео. Сейчас очень хочу спать. Пойду мою лицо. Вот этот крем утром намазала. Сейчас я вам его покажу. И так в нём и хожу. Не знаю, я так надо делать, не надо. Я, кстати, опять, как обычно, не прочитала утреннюю или ночной. Всегда вы мне читаете на коробках. А тут я не показала, мне никто не так. Поэтому смотрите, что это. Вот это я намазала. Вроде как аллергии нету. День это или ночь бы выбрать. Но вроде хорошо, что я была с ним днём весь день. Да, вот и всё, и закончилось. Кромочку-то я выкинула. Вот, сейчас. Эй. Да, сфокусируйся уже. Ну вот, это из дорогих. Это где-то тысячу-полторы стоит. Мне дарили. И вот я прям боялась уже, что придётся его отдать. Решила попробовать второй раз. И вроде как ничего. Похоже, что всё по-французски, по-немецки. О, девчонки. Виктория Хрупкая, ты тут? Переведите мне, пожалуйста. Вот. На этом день наш заканчивается. Всех люблю, всех целую. Из плохих новостей. Две сестрёнки-ученицы у меня откололись, поскольку их папа временно потерял работу. Ну, он работает большим начальником над прорабами. Не знаю, кто выше прорабов, если честно. И сейчас его объекты временно заморозились. И они попросили взять паузу, хотя девочки занимаются каждый день с мамой. Мама говорит, что это очень тяжело. Они с ней не хотят заниматься. Она говорит, вы нам очень нужны. Просто берём паузу, не отказываемся насовсем. Но двух уроков, двух дорогих уроков в неделю я лишилась. Это были самые дорогие мои уроки. 30 минут стоило 1000 рублей, поскольку две девочки одновременно, и одна из них с задержкой. Вот. Потом мы их разделили, и стало у нас 15 минут и 15. Но цена не изменилась. В общем, я предложила по видео та, которая здоровая девочка, почти 4 года ей. Она очень сообразительная. Она бы смогла дистанционно заниматься. Но, конечно, мама против. Многие родители не готовы ни к какому видео. Видеозвонки наши дети совершают практически с рождения, согласитесь. Четырёхлетние дети совершают видеозвонки с рождения. Десятилетние дети нет. Но и те, и другие вполне нормально воспринимают телефон. Я не занимаюсь по компьютеру, поскольку он может отвлекать, там кнопки какие-то. Просто родители ставят телефончик, всё, нет проблем. Но не все родители готовы. Но есть и такие, которые ищут только дистанционно. В общем, похоже, что скоро снова я дам объявление, чтобы мне не снизить мои доходы. Я хочу повышать, а они снижаются. Всех люблю, всех целую. Надеюсь, что вы мне поставите лайк, напишите комментарий. И будем ждать потепления, весны. Буду снимать вам что-то очень красивое. QR-коды отменили, поэтому теперь мы куда-то можем съездить. Главное – выбрать время и силы. Всех люблю, всех целую. Пока-пока.